Резолюция Генассамблеи ООН о внутренне перемещенных лицах является предвзятой, односторонней и не отражает реальность в регионе. Об этом заявил МИД Абхазии, комментируя голосование по этому документу, которое проводится ежегодно с 2008 года по инициативе Грузии. Резолюция положения внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии признается право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение домой. Самое серьезное разочарование вызывает тот факт, что данная резолюция ежегодно принимается без учета мнения и позиции абхазской стороны по данному вопросу. Как известно, на протяжении многих лет представители Республики Абхазия, в том числе в рамках работы международных женевских дискуссий, пытаются добиться возможности представить собственную позицию по вопросу беженцев перед участниками Генеральной Ассамблеи ООН. К большому сожалению, все требования абхазской стороны обеспечить равные условия для всех заинтересованных сторон полностью игнорируются, говорится в заявлении нашего внешнеполитического ведомства. Так называемое международное сообщество своими односторонними действиями демонстрирует полное нежелание учитывать позицию Республики Абхазия по данному вопросу, говорится в комментарии. Сухум призвал Генсека ООН проявить, наконец, политическую волю и обеспечить возможность участия представителей Республики Абхазия в работе профильных комитетов ООН. Представители Республики Абхазия имеют полное право донести свою позицию до международного сообщества, что соответствует духу устава ООН и основным демократическим принципам, подчеркивается в комментарии МИД. Грузинскую сторону Сухум призвал отказаться от пророчной практики продвижения резолюции на полях Генассамблеи ООН и приступить к полноценному диалогу в рамках единственного действующего международного формата международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Девять стран в этом году выступили на Генассамблее ООН против резолюции, признающей право беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. Это Россия, Сирия, Никарагуа, Зимбабве, Бурунзе, Белоруссия, Куба, Северная Корея и Мали. Документ поддержали 103 страны. Это самая большая поддержка Грузии с 2008 года. 53 государства воздержались. Китай не принимал участия в голосовании. Впервые поддержала резолюцию Армения. Несколько лет подряд Ереван не принимал участия в голосовании по этой резолюции, а ранее голосовал против. В группу поддержки в этом году также впервые вошли Аргентина и ЮАР. Грузинские журналисты спрашивали представителей власти о том, почему объявленный стратегическим партнером Китай не поддержал грузинскую резолюцию. В данном случае для нас воздержание равно поддержке, заявил по этому поводу председатель парламента Папуашвили. Вы задаете здесь вопросы, которые совершенно не понимаются, какова внешняя политика Китая в отношении территориальной целостности, спросил Папуашвили. По его словам, друзья из стран и партнеры иногда занимают сдержанную позицию, потому что и у них конкретные подходы относительно отдельных решений в международных организациях. При этом Китай, цитата, во всех форматах проявляет уважение к нерушимости территориальной целостности Грузии, считает Папуашвили. Но так ли все это однозначно, как это трактуют политики в Тбилиси? Это другая сторона вопросов.